доброго времени суток приветствую на канале студариума с вами юра белевич сегодня мы продолжаем изучать тип круглые черви уже записано два видео в целом по типу где мы разбираем ароморфоза и общее строение и про скорриду следующее на очереди это острица и для подготовки данной лекции я использовал статью на сайте студариум где вы можете читать статьи и решать тесты здесь про острицу есть все что нужно и даже больше как всегда для вас я отобрал лучшие вопросы по этой теме и мы обязательно решим их после того как теоретически изучим данный материал мы переходим к паразиту который обожает детские союзы коллективы сады ну а дети в свою очередь отвечает ему той же нежностью и теплотой и обожают его в общем где дети там и он детском саду можно выделить для остриц отдельную койку и ввести для них трехразовое питание потому что ну всегда есть давайте кратко поговорим о строении острицы в котором будут отражаться основные черты строения круглых червей тело округлой формы заострено с концов и длину 5 12 миллиметров конечно уже не рулет аскориды и надо сказать на аскориндель тоже не тянет ну максимум какая-нибудь конфета сладкая сладкая такая у детей рука так и тянется положить эту конфету в ротовое отверстие как и все круглые черви острица обладает первичной полостью тела которая называется псевдоцель и помните что эту псевдоцель отличает то что у нее нет собственной эпителиальной выстилки то есть пока это всего лишь пространство внутри организма заполненная жидкостью и все это называется вместе гидроскелет есть гиподерма этот тонкий наружный эпителий который выделяет воскоподобное вещество кутикула кутикула это то что защищает организм острицы и аскориды тоже от действия пищеварительных ферментов от агрессивной внутренней среды человека потому что внешне дети они такие миловидные а внутри желудочные ферменты они надо сказать очень агрессивные и так и норовят острицу расщепить но ничего у них не выйдет из-за кутикулы также хочу отметить особое вздутие кутикулы которая есть на переднем конце тела это визикула перестальтика кишечника постоянно просит острицу на выход пожалуйста проходим не задерживаемся но острица настаивает на своем и помогает в этом ей не только визикула которая в переводе с латыни означает пузырек то есть расширение передней части тела но и бульбус не бэггинса забейте не путайте с хоббитами бульбус это в переводе с латыни луковица расширение задней части пищевода вот что такое бульбус и это тоже является частью аппарата который помогает острица удерживаться в кишечнике и не слушаться перестальтики которая постоянно просит ее на выход устать в жизни можно от многого но мы с вами не устаем благодарить круглых червей за сквозной тип пищеварительной системы который впервые у них появился и у острицы конечно он тоже есть вместе с ним возникает и возможность непрерывного питания ну что может быть приятнее процесса непрерывного питания вот честно говоря смотрю и хочу прерваться позвонить заказать и хордовых и моллюсков но не круглых червей точно такой заказ пусть делает кто-то другой и продолжаем тему острицы стволовая нервная система лестничного типа это лестница из комиссур правда уже устал предупреждать если хотите забраться на такую ну испытайте мужичок свою нервную систему и нервную систему тех кто увидит что вы забрались на около глоточное нервное кольцо такое запомнится надолго давайте дальше дыхательная и кровеносная система отсутствует дышать в тонком кишечнике не обязательно можно и задержать дыхание кровеносная система не возникла еще ее функцию выполняет первичная полость тела помните что круглые черви это первично полостные животные парни отличаются от девушек выражена раздельно полостью круглых червей выражен половой диморфизм это внешние признаки которые отличают самок от самцов самцы меньше самок имеют загнутый конец тела который нужен для удержания самки во время полового размножения если аскорида это наш сладкий рулет довольно длинный то острица и и уже сложнее подогнать под это описание потому что длина острицы 5 12 миллиметров поэтому смотрите маленькие размеры загнутый конец тела и нравится детским коллективом ну конечно это леденцы вот если такой леденец пососа так ладно к путям заражение чуть позже давайте посмотрим на групповое фото остриц так они выглядят и размеры видите очень небольшие где-то приблизительно пол сантиметра может чуть больше давайте дальше подпишем на рисунке все что мы узнали слева девушка справа парень и начинаем мы с расширения передней части тела визикула это расширение кутикулы которая помогает червю удерживаться в организме человека еще вот затем идет и бульбус это утолщение задней части пищевода она тоже настолько выражена это утолщение что помогает острица задерживаться в кишечнике далее есть половое отверстие которое ведет во влагалище затем матка которая забита яйцами тут очевидно женской особи кончается все анальным отверстием тип пищеварительной системы сквозной то есть она насквозь пронзает организм острицы что касается парня то его скрутила сильно видно по фото здесь мы также найдем визикулу это расширение передней части затем еще вот и найдем бульбус это утолщение задней части пищевода ну и видим яйцо прозрачная белесоватое немного асимметрично давайте дальше таково строение острицы теперь настало время перейти к так обожаемому острицы человеку обожаемым это не пустой звук энтеробиоз чистый антропонос то есть острицей болеют только люди и никто больше в мире животных не болеет острицей и теоретически если вылечить всех зараженных то планета забудет что такое острица но болеют дети одеть и дело такое скажу вам вот детский сад 10 детей и надо всех вылечить вылечил одного на первый день второго на 2 3 на 3 проходит 10 дней и болеют уже не только все эти 10 детей но и воспитатели и сам врач который пытался лечить и вся семья этого врача до четвертого колена включая бабку троюродные сестры из астраханской области все заразились вот что такое энтеробиоз из-за такого взрывного характера которым сопровождается энтеробиоз вылечить и избавить землю от острицы очень сложно острица большой сиборит она изнежена роскошью обитает в самом лучшем месте в тонком и в кишечнике здесь не случайно выделена толстая кишка в рамках школьного курса острица обитает в толстом кишечнике но в жизни она еще и в тонком бывает острица даже особенно и не выходит во внешнюю среду в земле не 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 прикасается остается на коже человека вот такая неженка живет себе в удовольствие в толстом и тонком кишечнике делает что хочет и размножается половым путем ну не жизнь а сплошное удовольствие точно как человек который задумал подвергнуть частной дегенерации чье-либо имущество под покровом ночи острица самка выползает из анального отверстия и рассеивает свои яйца на перианальной складки то есть яйца оказываются на коже человека вы видите она даже земли не коснулась ну настоящая неженка это действие осуществляется после спаривания самцом который оплодотворяет самку и сразу же умирает мгновенно с утра просыпается подтягивается другая неженка которая думает ой а почему это так чешется ароморфоз круглых червей надо срочно проверить всю сквозную пищеварительную систему яйца острицы которые оказываются в перианальной области приводит к сильнейшему зуду у детей и рефлектор на ребенок конечно будет чесаться это почти безусловный рефлекс после чего яйца оказываются на руках и рассеиваются во всей внешней среде ребенка во всей биосфере то есть вернадский такое представить не мог все из-за сильнейшего зуда который развивается в перианальной области давайте дальше теперь перейдем к внешней среде потому что яйцо аскорида все-таки какое-то время находится и и возникает закономерный вопрос а геогельминт ли вообще острица с греческого напомню ге это земля ну читая статьи на студариуме греческим вы должны владеть в совершенстве аскорида несомненно это большой любитель географии она даже после уроков остается на две-три недели в почве и изучает географию помните что период инкубации яиц аскориды составляет две-три недели но любит ли так географию острица вот это уже большой вопрос ответ на него скорее нет потому что ей нравится нежиться в роскоши в кожных складках перианальной области но земли она не касается поэтому острица не геогельминт в привычном смысле хотя надо признать жизненный цикл и и происходит без смены промежуточных хозяев особенности периода инкубации яиц острицы это то что яйца созревают очень быстро вне почвы в перианальной области не касаясь земли при доступе кислорода яйца через 46 часов уже становятся инвазионными то есть созревают почти мгновенно если острица ночью потрудилась поработала отложила яйца в перианальной области то к утру когда ребенок проснется как раз уже все будет инвазионным учит географию острицы гораздо быстрее аскориды инвазионный период короче списывает с гдз скорее всего получается что аскорида учит честно острица хитрит вот и задумайтесь кто вы аскорида их не для острица далее острица все же не геогельминт в привычном смысле и куда ее отнести ряд исследователей относят острицу группе возбудителей контактных гельминтозов потому что везде где прошелся ребенок больной энтеробиозом останутся яйца острицы и уже глядя вот на такое после рассказа о острице притрагиваться не хочется ни к чему хочется бежать из этого места куда-то подальше далее настало время свести все в жизненный цикл все что мы обсудили давайте подведем итог что мы узнали про острицу да еще пару слов длительной жизни отдельно взятые особи это 34 недели назовем это медовый месяц рай и конечно ей очень хочется скорее вернуться в тонкий кишечник но потому что аскорида помните аскорида то живет там с середины 10 по 11 класс полтора года а здесь медовый месяц и конечно острицы маловато вот ей хочется снова скорее туда вернуться она готова заражать одного и того же ребенка бесконечно бесконечно лишь бы это счастье длилось для нее как можно дольше ну а ребенок ну ничего почешется зато выучит ароморфоза круглых червей чтобы этот медовый месяц длился бесконечно острица делает все и даже больше ведь зуд который возникает в перианальной области способствует тому что ребенок чешется а затем ребенок рассеивает яйца везде и приступает к завтраку после пробуждения к трапезе почесавшись несколько раз желательно троекратно таким образом очень велика вероятность аутоинвазии то есть вероятность того что ребенок сам себя будет заражать бесконечное число раз как я уже говорил у острицы нет промежуточных хозяев ну зачем эти посредники нужны зачем переплачивать есть один хозяин человек с которым ты знаком и он держит отель он даже авто инва скидку тебе сделает так что только напрямую давайте перейдем к схеме и на этой схеме отметим все что мы изучили в тонком кишечнике человека и в толстом обитают взрослые половозрелые особи острицы под покровом ночи самки выползают из анального отверстия и рассеивают яйца на перианальной области то есть в кожных складках не успеют пройти две фазы быстрого сна через 4-6 часов яйца становятся инвазионными и способны уже заражать энтеробиозом в этот момент ребенок просыпается чешется идет завтракать и заглатывает зрелые яйца острицы инвазионные в результате его кишечнике развиваются личинки которые превращаются половозрелые особи то есть никаких миграций которые были у аскориды их уже нет я бы сказал такой бесконечный день сурка получается у острицы и у ребенка тоже потому что каждый день просыпается проверяет арморфоз круглых червей давайте теперь подытожим все что мы сказали еще раз уже говоря конкретно про инвазионную стадию и профилактику ну то что механизм передачи фекально-оральный сомнения не вызывает переводить тут можно даже не переводить потому что фекально понятно орально это значит рот весь если дословно переводить получается весьма грубо получается что яйцо из арморфоза круглых червей должно попасть в ротовое отверстие человека вот если дословно такой механизм и инвазионная стадия как может с вами узнали это яйцо острицы ставшие инвазионным во внешней среде то есть спустя 4 6 часов при доступе кислорода теперь давайте разберемся как заразиться энтеробиозом то есть острицы но если вы учитесь школе отлично если в университете то бросаете эту шара высшее учебное заведение и устраивайте школу снова на любую должность неважно затем вы долго и упорно объясняете директору как важна связь поколений преемственность в общем вы устраиваете в начальных классах день рукопожатий когда все знакомятся друг с другом и вот за один обход вы должны сами поздороваться не менее подчеркиваю не менее с двух ста торглоти учениками с 1 по 4 класс и затем не мой руки идете в бургер кинг и заказываете картошку фри с двусторонней симметрии после чего поглощаете ее и заражаетесь острицей то есть совмещаете неприятное с неполезным ну или как-то так говорят в любой инвазионной истории даже самый метафоричный есть доля правды ведь очаги энтеробиоза поддерживаются именно в результате аутоинвазии и инвазии в детских коллективах это самая большая проблема потому что взрослых лечить гораздо проще с детьми в сто крат сложнее потому что дети трогают все что можно и что нельзя и эту аутоинвазию инвазию сложно прервать скорее всего вы слышали про карантины в детских учреждениях вот это пожалуй самый действенный способ потому что ну никак по-другому не вылечить просто детский сад закрывается никто туда не приходит яйца острицы которые были на игрушках погибают со временем и дети лечатся дома проходит неделя-две все вроде энтеробиоз позади все собираются в детском саду находится какой-то один который изучает ароморфоз круглых червей и все заражаются снова поэтому длится это бесконечно профилактика как это как это можно попытаться затормозить если говорить о общественной профилактике то конечно санитарно просветительская работа с населением и профилактическая работа в детских коллективах первое в отношении детей прямо скажем бесполезно совершенно санитарно-просветительская работа но стоит попытаться вторая приносит как-то больше эффект есть также личная гигиена который каждый должен соблюдать сам это правило личной гигиены мытье рук уход за ногтями кстати в рамках школьного курса часто вы в вопросах будете видеть заражение острицы именно через то что грызть ногти почему-то именно этот метод так полюбился составителем экзамена и его можно часто встретить если же в семье ребенок оказался болен энтеробиозом то обязательно он должен спать в нижнем белье и утром все это белье кипятят и проглаживают то есть огнем и мечом выводить острицу ну не обязательно подвергать вещи такой уж инквизиция это лишнее хотя чего не сделаешь чтобы вывести острицу из зоны комфорта слава скрябину основателю отечественной гельминтологии мы наконец переходим к тестам вы ставите видео на паузу и решаете вопросы сами после чего включаете видео снова и уже смотрите как решил их я я начинаю сразу питает в тонком кишечнике питается переваренной пищей хозяина это бычий цепень специально ввел этот вопрос так скажем для дифференциальной диагностики заболевания бычьим цепь ним и острицы ведь бычий цепень это тонкая кишка острица в рамках школьного курса помните это толстая я об этом говорил белая планария является свободно живущей особью а печеночный сосальщик обитает в желчных ходах печени вот для вас десерт это тесты а для печеночного сосальщика это желчи потому что для него она как глазурь давайте дальше к типу плоские черви относятся плоские это конечно планария вас ресничные черви тип плоские аскорида и острица тип круглые черви пиявка это тип кольчатые черви класс пиявки хотя если быть более точным пиявки это подкласс но школьный курс настаивает на своем безукоризненно ладно животные имеющие первичную полость тела первичная полость тела характерна для круглых червей помните ее называют псевдо цель главное отличие псевдо цели от вторичной полости тела в том что псевдо цель не имеет собственного эпителия который выстилает ее изнутри именно поэтому она и называется псевдо то есть переводе не настоящая цель это полость тела пока еще она первичная первичным полосными являются круглые черви выбираем их конечно же аскорида острица или что все остальные это плоские черви бычьи цепени свиной цепени вас ленточная а печеночный сосальщик это класс сосальщики давайте дальше наиболее сильной редукции системы органов подверглись у здесь надо выбрать бычьего цепи потому что у него помните у цепни то есть это ленточные черви у них отсутствует пищеварительная система то есть ее вообще нет а зачем она нужна если каждый день тонком кишечнике шведский столб выбирай что хочешь но все переварено только всасывать всей поверхности тела и больше ничего не надо даже расщеплять не надо вот такой удел жизни у бычьего и свиного цепни острица у нее все-таки есть пищеварительная система и не сказать что сильные редукции подверглись системы органов целом у паразитов конечно хуже развиты органы чувств но у бычьего цепня отсутствует целая система сами понимаете он выигрывает это первенство ставит такой антирекорд далее наружный скелет состоящий из хитина имеют ну если бы спрашивали про кутикулу тогда бы конечно мы с гордостью выбрали бы второй пункт но здесь хитин ахитиновый покров характерен для членистоногих для жука плавомца и стрекозы давайте дальше методы профилактики что же давайте с ними разберемся есть сырое плохо проваренное или прожаренное мясо стейки в это бычий цепень не пить сырую воду из водоемов не и щавель дикий лук сырых лугов это мера профилактика печеночного сосальщика совершенно необязательно готовить салат из прибрежной травы или дешевой пивной кружкой хлебать воду из подмосковного грязного пруда далее не есть немытые сырые фрукты и овощи это мера профилактика аскориды на даче у зои петровны осуществимо трудно ведь все натуральное все органическое надо не мою прямо с грядки прямо с кустов далее защищать продукты питания от мух это тоже метод профилактики аскориды не грызь ногти это мера профилактики острицы помните прошлый раз нам попадался такой же вопрос и я говорил неоднократно что все это очень условно в рамках школьного курса запомните меры профилактики такими какими вы их сейчас видите потому что на самом деле мухи они не избирательны они переносят и яйца аскориды и острицы то есть мухи они высшей степени справедливы и ногти тоже им не приходится выбирать какие яйца под ними оказываются аскориды или острицы ногтям вообще-то все равно но в рамках школьного курса оказывается что не все равно надо запомнить вот так далее примером действия антропогенного фактора служит антропогенный антропос это человек любое что связано с ним ну конечно разлив нефти в океан ну что же еще мы можем ну случайно так один танкер опрокинуть бывает такое что сделаешь остальное давайте посмотрим распространение гриппа и заражение острицами это биотические факторы здесь вас может немножко смутить что грипп потому что вирус гриппа как вы знаете это не клеточная форма но не забывайте это не клеточная форма жизни вирус без живой клетки можно сказать не состоялся потому что ему обязательно нужна какая-то клетка для синтеза собственных белков у него есть нуклеиновая кислота но нет совершенно никаких методов синтеза белков поэтому безусловно вирус гриппа напрямую связан с живыми организмами а вот ультрафиолетовое излучение существует само по себе и никак не связано это абиотический фактор давайте дальше инвазионная стадия два последних вопроса остались инвазионная стадия для человека в цикле развития острицы это конечно же инвазионные яйца которые стали инвазионными да то есть прошло 4 6 часов доступ кислорода и в них развилась личинка последний вопрос патогенные действия на организм человека острицы что же здесь выбрать открою вам тайну здесь надо выбрать все потому что острица приводит и головным болям и к нарушениям сна как сон не нарушится если кто-то под покровом ночи проверяет ахоморфоз круглых червей тошнота потеря аппетита безусловно потому что интоксикация любой червь выделяет токсины далее зуд кожное поражение в области ануса и воспалительные процессы половых органов потому что от анального отверстия до половых органов недалеко и воспаление вполне себе может развиться спасибо за то что это время были со мной до момента того как устроитесь работать в детский сад обязательно откройте статью на студариуме она находится в разделе круглые черви класс нематоды ссылка будет в описании к видео и здесь есть про круглых червей аскорида жизненный цикл характеристика ее и есть про острицу также краткая характеристика жизненный цикл здесь все что мы с вами подписывали еще раз подробно расписано поэтому прочитайте осознайте и в конце статьи вас ждет тест который хорошо бы пройти для закрепления знаний подписывайтесь на канал ютюбе ставьте лайки для синтеза у меня от f всем желаю успехов удачи и до новых встреч